Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет довольно таки интересное видео, в этом видео я расскажу почему я ушел как бы с дальнобойщего фракцию администрация области. Я думаю это вам будет интересно, потому что как бы я думаю никто от меня такого не ожидал, тем более я больше чем год не был во фракции, я думаю вам будет интересно узнать почему все таки я ушел во фракцию, почему я не кота рейсы там и так далее, поэтому не ленитесь поставьте лайк и подпишитесь на канал. Давайте наберем на этом видео 200 лайков и выходит новая серия по Амазингу. Также не забывайте что у меня есть свой промокод, пишите вместе с капсом Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Амазингу или плей. Желаю вам всем приятного просмотра и приятного аппетита. Итак, давайте начнем с того, в какой вообще фракции состою и какая у меня должность. Получается из этого фракции администрации области и должность у меня здесь зам губернатора. Вот можете как бы сами посмотреть, вот организация администрации области, работа, должность, зам губернатора, ранг двенадцатый. И да, я уже успел получить один выговор за то, что как бы я юзал комплект гангстера когда-то, где-то давно короче, и я не знал что когда юзаешь комплект гангстера тебе даются наркотики. И получается была проверка от ФСБ и у меня как бы начали наркотики и за это мне как бы дали выговор. Сначала был как бы допрос там по РП где-то час и в итоге как бы мне дали выговор, но ничего страшного, если буду как бы усердно работать, то мне его как бы снимут, поэтому на счет этого переживать не нужно. Вообще зачем я ушел как бы из дальнобойщика во фракцию? Это как бы очень просто и легко, пацаны. Потому что я вкачал как бы максимальный скилл дальнобойщика, как вы знаете, вот G-Skill пишем. У меня максимальный скилл дальнобойщика, это сотый, и у меня как бы пропал интерес к дальнобойщикам, потому что там кроме фарма денег теперь ничего меня не держит. Потому что раньше у меня был стимул качать свой скилл, чтобы у меня был самый максимальный скилл дальнобойщика, я как бы его вкачал и интерес пропал к этот рейсы. Чтобы вы понимали, у меня даже сейчас фуры нету, вот Магнума у меня как бы сейчас нету, я Магнум дал своему другу Джонни Прайту, он же Ваня, и я ему дал покатать пока я как бы нахожусь в администрации области. Потом когда я уйду из администрации области, то я конечно же у него заберу получается Магнум свой, и буду как бы скорее всего катать рейсы. Чтобы вы понимали, я вообще в организации не был больше года, то есть во фракции вообще. Я больше года не был во фракции, вообще ни в какой. И да, мне сложно, мне реально сложно очень привыкнуть к этому, потому что ну на протяжении там 8 месяцев я постоянно катал рейсы, и тут я просто пошел во фракцию, тем более на заместителя, понимаете. Мне очень сложно к этому привыкнуть, но я стараюсь как бы провожу собеседование там и так далее. И у меня к вам есть вопрос, хотели бы увидеть стримы будни зам лидера? Вот реально пишите в комментариях, хотели бы увидеть такие стримы. Если будет много комментариев типа вот делай стримы будни зам лидера, то я буду как бы этим заниматься. Просто стримить как я катался на фуре, мне реально самому было уже скучно, поэтому стримов как бы и не было. А вот если вам будет интересно будни зам лидера, то я с радостью бы постримил, потому что ну я и с вами смогу пообщаться, и собеседование буду проводить там и так далее. Вообще какие у меня цели в этой фракции? Я хочу поставить максимальный как бы рекорд во фракции по финду. То есть вот финн пишите команду. Я хочу сделать максимальный финн 40 человек, это как бы будет рекорд, и я хотел бы как бы этот рекорд сделать. Возможно вы как бы в этом мне поможете, кто играет на первом серваке. Чтобы вступить к нам в организацию, в принципе все легко и просто. Просто у вас должен быть минимум пятый уровень, должна быть законка 85 или 75 по-моему, я точно не помню. И у вас не должно быть наркотиков и звезд. Все, вы спокойно можете вступить нам фракцию. Если вы придете со звездами с наркотиками, то как бы вас просто повяжут, потому что у нас постоянно дежурят ФСБшники и УВД на собеседованиях. Поэтому я бы вам не советовал приходить с звездами и с наркотиками. Давайте теперь поговорим про зарплату вообще. Что по зарплате я без Х2 получаю 33 тысячи, с Х2 получаю 77 тысяч. Как бы я считаю, что это довольно-таки неплохо. Как бы повышение у нас здесь очень легкое. Как бы вот, вы вступили на должность секретарь, потом вам нужно сдать устав и сдать бинт охранника. Все, и вы повышаетесь на второй ранг. Как бы в этом ничего вообще сложного нету, поэтому кто желает, можете как бы к нам приходить в администрацию области. Я думаю, вам всем интересно, как я встал на пост зам губернатора. Все очень легко и просто, без какого-либо блата, потому что я сейчас уверен, кто-то напишет, что вот ты, ютубер, тебя заблатили на замку. Нет, пацаны, просто лидер, который сейчас стоит на администрации области, является моим знакомым. И он может по доверенности поставить двух заместителей. Он, получается, поставил меня и поставил еще одного пацана. Но остался только я, потому что тот другой пацан, который был на замке, тоже. Он накосячил и наш лидер как бы его уволил. А лидер не имеет права как бы принять еще одного зама по доверенности. То есть, если я уйду сейчас, он останется сам. То есть, он не имеет права взять себе заместителя. Поэтому, пацаны, если у вас есть какие-то вопросы, то можете как бы приезжать ко мне. Я могу как бы по лицензии выдавать, могу вас принять во фракцию. Поэтому, поэтому, кто желает вступить к нам во фракцию, можете как бы обращаться ко мне. Просто можете прописать команду Leaders и, в принципе, там будет мой номер. Я думаю, у вас по-любому еще возник вопрос. Типа, жалею я то, что я ушел с дальнобойщиков. Честно, не жалею, потому что, ну, мне дальнобойщики уже очень сильно приели за 8 месяцев. Поэтому, это очень хорошее для меня разнообразие. Да, я зарабатываю довольно-таки мало денег во фракции, потому что, ну, не всегда есть x2 и, как бы, ну, денег особо не заработаешь, как бы, во фракции. Хотя, если крутиться, вертеться, продавать лицензии, то можно в день зарабатывать там около, наверное, миллиона даже. Это учитывая зарплату и продажу лицензий. Потому что лицензия на оружие даже стоит 30 тысяч и эти деньги, как бы, идут мне. Но, как бы, я не расстраиваюсь, потому что у меня есть еще дополнительный заработок. А какой, пацаны, это рыбалка. После рабочего дня я просто иду на рыбалку и, как бы, ловлю рыбу. И потом ее продаю. Конечно, я этим занимался на выходных, но в будние дни это не очень выгодно, потому что, как бы, я захожу и занимаюсь, в первую очередь, фракцией. А потом уже после рабочего дня иду на рыбалку, а уже в это время у меня бус заканчивается. И я очень мало ловлю рыбы. Я уже, как бы, вкачал 15-ый скилл рыбака. Ну, в принципе, я думаю, это неплохо. У меня был 14-ый. Я так чуть-чуть порыбачил, заработал там около 500 тысяч и вкачал 15-ый скилл рыбака. Честно, как бы, я не жалею, что я ушел с дальнобойщика, потому что, ну, мне во фракции тоже интересно. Тем более, очень интересная фракция, администрация области, все-таки власть, там все дела. Вот если бы я пошел бы мафию, там, либо в ПГ, мне бы не так было бы интересно. А вот именно правительство, это реально очень круто, пацаны. Ну, что ж, вот такое получилось видео. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, делать ли мне стримы будни зам лидера. Если вам действительно интересна эта фракция, то я готов, как бы, делать стримы. Поэтому пишите в комментариях, делать ли мне стримы будни зам лидера или нет. Я не знаю, просто будет ли вам это интересно после, как бы, дальнобойщиков. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok